Приветствую вас, и свой вопрос вы задаете в таком контексте, что спрашиваете нас, как лучше себя вести и что лучше сделать. Это вы пишите в конце, а в начале вы пишите, не могу принять решение, посоветуйте, то же, что лучше сделать в моей ситуации. Начнем мы, пожалуй, с того, что скажем сразу. Я вам советов давать не буду. Какие-то моменты разберу, помогу лучше понять, вам станет легче принять решение. Это да, безусловно. Но не могу вам давать советов, это было бы неправильно, это было бы неверно, это было бы нарушением профессиональной этики. Итак, значит, несколько лет тянутся непонятные отношения с женатым мужчиной. Познакомились через интернет, живем в разных городах. За эти годы виделись 3-4 раза, но все годы общались и имели довольно близкие и доверительные отношения. Давайте сразу здесь мы расставим такие небольшие точечки над И. Вы пишите познакомились через интернет. Вы изначально, когда ознакомились через интернет, какую цель преследовали? Вы изначально, когда ознакомились через интернет, чего хотели? Вы изначально, когда ознакомились через интернет, рассчитывали на то, что мужчина будет обязательно с вами? Хотели ли вы найти мужчину или в вами двигало именно желание просто пообщаться с кем-нибудь, да, с интересным мужчиной, безусловно, и так далее. То есть, очень важно понимать в этом контексте, в контексте вашего вопроса, что заставило вас прийти в интернет для знакомства с мужчинами? Или для знакомства просто с мужчиной одним? Потому что, если вы, например, отчаялись, отчаялись вы найти мужчину в реальной жизни и хотели найти его в интернете, то это один момент, это одна ситуация, и в ней, в этой ситуации, вы будете вести себя несколько своеобразно. То есть, тогда получается, что у вас есть изначальные определенные потребности, которые привели к тому, что вы познакомились с мужчиной через интернет. И эти потребности, а также, скорее всего, разочарования определенного рода, которые у вас произошли, как раз таки ставшие причиной того, что вы пришли в интернет. В данном случае именно это имеет принципиальное значение. И перед тем, как решать вашу дальнейшую проблему, желательно разобрать именно это. Как получилось так, что вы пришли в интернет. Далее. Вы виделись 3-4 раза с мужчиной, но за все эти годы общались и имели довольно близкие душевные и доверительные отношения. Ну, во-первых, сразу хочется сказать так. Виделись 3-4 раза за несколько лет, и насколько близко вы с мужчиной находитесь в отношениях. То есть, был ли у вас секс, был ли у вас интим, да? Как происходило общение? То есть, из этих встреч, какую модель его отношения к вам вы вынесли сами. Вот как вам говорит ваша интуиция, да? Если есть, допустим, интим, если есть, допустим, доверительные и душевные отношения, то очевидно, что мужчине это нужно. Ему нужно это потому, что у него есть проблемы со своей женой. Вот вы пишете, что знакомо со всеми его родственниками, его мать очень хочет, чтобы мы были вместе, и очень ненавидит его жену. Тут момент довольно-таки такой тонкий. Дело в том, что любая свекровь, любая мать мужчины, любая мать своего ребенка, мать сына, хочет, чтобы у него, у сына, была идеальная жена, идеальная женщина. И совершенно не факт, что когда вы, когда и если вы станете, допустим, женой этого мужчины, да, ну, это совершенно не факт, что мама не будет ненавидеть уже вас. Потому что вы идеальная до тех пор, пока вы не рядом с ее сыном. Как известно, все идеальные люди и вообще все идеально находятся, ну, скажем так, в некоторой отдаленности от нас. В некоторой отдаленности от нашего восприятия. Поэтому то, что вы знакомы с его родными, то, что вы знакомы с его матерью, и она хочет, чтобы вы были вместе, ни о чем еще не говорит. Его брак неудачный, и с женой они живут плохо, но имеют двух совместных детей. Знаете как? То, что его брак неудачный, говорит о том, что мужчина, ну, неправильно выбрал себе спутницу жизни, да, значит, сохраняет семью, пытается сохранить семью, наверное, ради детей, при этом не понимая, что детям своим он вредит этим. Да и жена, в принципе, тоже не счастлива, надо сказать, то есть вряд ли она счастлива с тем человеком, который с ней только потому, что хочет сохранить отношения ради детей, да, вот. То есть мужчина, в общем-то, сам находится в зависимости в некой, откуда живет на живоплощаде жены, а обеспечивает их тещу. Мужчина находится в некоторой зависимости от своей супруги, и эта зависимость мужчина, ну, видимо, за столько лет не мешает никак сбросить себя. Потому что в противном случае он был уже давно поражен и ушел, вообще, особенно с детьми, ну, в принципе, так делают все мужчины, которые как-то себя уважают. И он стоял на профессии никогда не разведусь, потому что, значит, потому что боялся изменить что-то в своей жизни. А боялся поменять что-то в своей жизни. И изначально вас мужчина не воспринимал как, наверное, что-то серьезное, да? Он думал, что вот, вы с ним какое-то время пообщаетесь, потом быстренько его забудете. Но вы общались снова и снова, встречи происходили снова и снова, мужчина чувствовала, что у вас с ним душевные и доверительные отношения. И поэтому его позиция никогда не разведывалась, постепенно сменилась на желание свободной жизни и свободных отношений. Но, вы пишите, что он позвонил вам, будучи в состоянии алкогольного аппетитения, и договорил в таком ракуре, зачем я тебе такой нужен. Это свидетельствует вот такой вопрос, и все, что вы пишете дальше, цитируя его, Все это говорит о том, что мужчина, по большому счету, не уверен в себе, обладает заниженной самооценкой, скорее всего, потерял веру в себя и следует к культуре полезности. А что это за такая культура? Культура полезности. Во-первых, значит, культура полезности, это такая культура, где человек нацелен на то, чтобы приносить пользу, и чтобы люди с ним были те, которые также полезны для него. Поэтому, значит, зачем вы ему такой нужны, зачем он вам такой нужен, прошу прощения. То есть, мужчина не допускает мысли о том, что может быть нужен вам просто так. Он принижает себя и возглашает вас, тем самым идеализируя вас, и тем самым отдаляя от себя, не считая себя достойным вас. Это большая проблема для мужчин. Также у него есть сомнение, оказывается, того, что у вас не было других мужчин. То есть, он не уверен в себе, как мужчина, и в этом самая большая проблема. Далее вы пишите. Все эти годы я не могу понять, как он вообще ко мне относится, любит ли он меня, и хочет ли вообще быть вместе со мной. Значит, смотрите. Мужчина, кажется, хочет быть с вами, это очевидно. Любит ли он вас или нет, это еще неизвестно. Мужчина сам, наверное, скорее всего, не знает ответ на этот вопрос, потому что, чтобы это понять, ему нужно для начала развестись со своей женой и побыть какое-то время одному. Желательно несколько раз сходить к психологу на консультацию, чтобы лучше понять себя. И тогда нужно побыть немного в одиночестве и понять, кто же он вообще такой, и что он из себя представляет. Он сможет, значит, он сможет для себя ответить на вопрос, кто для него вы. То есть, если человек отвечает на вопрос, кто он, он сможет ответить на вопрос, кто для него вы. Пока он, скорее всего, сам не знает, да, вы ему нужны, да, он глубине души хочет, чтобы вы были его, поэтому он за вами следит, поэтому он вас не оставляет в покое, и поэтому периодически он вам звонит и разговаривает с вами. Но он, опять же, понимает, что такая, как вы, да, красивая, умная, зарабатывающая, не будет долго с ним. И он боится, что если будет разговаривать с вами дольше, то почувствует ваш голос и намек на то, что он для вас не единственный. И почувствует ваш голос и презрение к себе, что окончательно уничтожит в нем то, что не до конца уничтожила в нем его жена. Но это не означает, что мужчина, да, действительно не появится в ночь в вашей жизни, он появится, действительно будет появляться, потому что вы ему нужны, вы для него отдушина, вы для него светлый, для него положительная стратегия жизни, и он это будет ценить. Далее, вы понимаете, что так дальше продолжаться не может, и любите его, и хотите быть вместе с ним. Ну, а далее вы спрашиваете нас, собственно говоря, о том, что вам делать и как лучше себя вести. Ну, смотрите, если вы хотите, чтобы мужчина от вас зависел примерно так же, как зависит он сейчас от жены, то вам нужно его постоянно подталкивать, вам нужно его постоянно подгонять, стимулировать его к тому, чтобы он разводился, собственно говоря, делать все для того, чтобы мужчина как можно скорее развелся. Но такие отношения, по сути дела, будут означать, что вы займете позицию ведущего, а он позицию ведомого. То есть ничего по сути не изменится. И совершенно не факт, что его мама будет вас любить, совершенно не факт, что все у вас будет нормально. Если вы хотите отношений разобренных, и если вы не считаете, что вот такие вопросы, вопросы, зачем я тебе с такой нуждом являются правильными, то вы мужчине скажете прямо о том, что вы хотите быть с ним, любите его или нет, это решать вам говорить об этом, но вы скажете ему прямо, что я хочу быть с тобой, но до сих пор пока ты не разведешься, когда ты не докажешь мне, что ты хочешь действительно быть со мной, я не буду с тобой общаться, потому что я понимаю, что это может продолжаться очень-очень-очень долго. И вот здесь уже вновь всплывает то, о чем я говорил в самом начале. Если вы пришли в эти отношения, будучи нуждающейся, то есть будучи испытывающей потребности в чем-либо, то вам эти потребности будет тяжело удовлетворять вновь как-то по-другому. А вы уже привыкли к этому мужчине, и кроме того говорите, что у него было потрачено много сил и времени. Вот это на одном деле очень плохая фраза, потому что то, что в него было потрачено много сил и времени, совершенно не означает, что он должен вам что-то дать. Если вы тратили на него свои силы и времени, вы априори делали это просто так. Если вы это делали не просто так, то, соответственно, делали это для чего-то. Соответственно, вы так же, как и мужчина, придерживаете скультуры поведенности, и если это так, то, боюсь, что два человека, которые придерживаются культуры полезности, вместе ужиться не смогут, потому что каждый из них будет тянуть одеяло на свою сторону, и никто никому не будет уступать. Поэтому вот именно эту фразу я рекомендую вам переосмыслить, что это значит слишком много времени и сил потрачено. Это означает, что человек должен теперь делать для вас обязательно, в обязательном порядке, какие-то вещи, или это означает, что вы теперь в любом случае от него не отстанете, или что это вам для себя нужно понять. Но если есть у вас какие-то изначальные потребности, если вы чувствуете, что без мужчины вы не можете, если вы чувствуете, что именно он вам нужен, то, к сожалению, это есть элементы зависимости, а отсюда идеализация и осознание того, что только с ним вы будете счастливы. И вот эти основные установки мешают вам жить дальше. Эти установки мешают вам верно поступать. Соответственно, с ними, а также с изначальными потребностями, которые привели вас в стокомство по интернету, и нужно будет работать для начала. А там же дальше будет новому чтению. В этом случае вам нужно обязательно сказать, что вы больше не хотите его видеть до тех пор, и не желаете его слышать до тех пор, пока он не предоставит вам доказательств того, что он действительно разводится. То есть у вас, по сути, есть два пути. Первый путь – это путь навязывания своего мнения, навязывания своей точки зрения, как раз-таки с учетом того, что вы говорите, что много времени и сил в него вложено. А другой путь – это путь поднялась ему счастье, исходя из любви, исходя из того, что вы любите его. Сказать, что вы желаете ему всего самого лучшего, но чувствуете, что вас останет назад, и это не то, чего вы хотите уже для себя. То есть вы желаете счастья ему, но вы не хотите убедить в себе. А на данный момент именно это и происходит. Вред вам. И исходя из этого, вы принимаете решение, с ней больше не общаться, и, собственно говоря, какое-то время вы подождете его поступков, то есть догадываясь, что он как-то действительно хочет быть с вами вместе. Но можно ему намекнуть, что долго одна вы не будете, что женщину вообще, в принципе, нельзя оставлять долго одну. И либо мужчина извлечет что-то для себя и будет действовать как-то по-другому, либо он оставит все как есть, и тем самым покажет, что не готов что-то делать для того, чтобы быть с вами, а значит и не является кем-то, кто мог бы стать хорошим, достойным партнером для вас. Вот на этом, я и думаю, можно завершить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!